В советской армии проповедовали атеизм, в украинской – свобода вероисповедания. Если раньше религия в войсках отсутствовала, рассказывают бывалые профессиональные военные, то сегодня даже проводят уроки религиоведения. Один из таких прошел в стенах обл. военкомата. Украинские солдаты в абсолютном большинстве верят в Бога, говорит замобл. военкома. Потому конституционное право на свободу вероисповедания в армии выполняют как задачу. На каждую отправку срочников или контрактников приглашают священника, который должен благословить ребят, идущих на службу. Перед церковными праздниками проводят уроки религиоведения для военных. В зоне проведения антитеррористической операции есть капелланы, говорит военком. Военкоматы сотрудничают с представителями церкви. По повестковому порядку сейчас проводится в Збройных силах Украина служба військовых капелланов. Они постоянно находятся в действующих подразделях военных частей Збройных сил, которые задействованы в зоне проведения антитерористической операции. По словам Михаила Логвинова, каждую боевую часть в зоне АТО сопровождают представители церкви. Военные капелланы. Точную цифру, сколько священников на передовой, не называют, так как эти люди находятся там на общественных началах, говорит замобл. военком. Однако известно, что это представители Украинской православной церкви, Киевского патриархата и Греко-католической церкви. Роль духовных наставников особенно важна для тех, кто несет службу и ведет боевые действия, говорят военные.